Всем привет друзья, с вами Йорн и сегодня мы продолжаем играть на аккаунте Кинта и будем тестировать лютую связку двух героев из небесной фракции. Это близняшки, а также Таллин, наконец-то он ее собрал до белой рамки, поздравляю бро. И самое интересное, я в конце вам расскажу сколько было затрачено сил, чтобы собрать Таллин с нуля до белой рамки. Я считаю Кинту просто повезло. И смотрите, два дня прошло, как я снял видеоролик, где я тестировал Лорсанчика с непрокаченной Таллин. Ну а также рассказал, что если нету Таллин, можете поставить других героев леса, допустим того же самого Эйрончика, Лику или Тази. И хуже точно не будет. И за эти два дня он прошел с 29.16 до 29.32. Это показатель, друзья. И те, кто пишут, что ему дальше некуда развиваться, вы ошибаетесь. Теперь он переходит в режим фарма и будет проходить по одному этапу раз в три дня, чтобы получать или камни на прокачку с миф Т1 и миф Т2. И возможно также ему будут падать эмблемы или допустим те же самые шмотки. Почему бы и нет? Он подкачает команду и поверьте, вопрос времени. Он закроет и 29, и 30, и 31. Ну а теперь давайте я расскажу, как вообще работает его стандартная пачка, потому что все задают этот вопрос. Просто разберем. 29.32. Противник Грэжу, Немора, Лика, Феррель, Сильвина. Я просто в конце запущу бой, но проходить, если даже что-то будет получаться, мы не будем. Это просьба Кента. И стандартная его пачка это не Таллин, а когда стояла Розалина. Розалина, Тази, Роун, Феррель и Близняшки. И как эта схема работает? Смотрите, я думаю вы все знаете, что делает персональный артефакт Рована. Ну а кто не знает, я поясню. Заходим в Рована и читаем. Во-первых, когда он использует ульту, он накидывает 30% атаки на 8 секунд своим союзникам. Также подстанивает и раскидывает энергию. Если вы прокачаете персоналку на плюс 30, он будет раскидывать 400 очков энергии. Ну а также в навыке минного предмета говорится, что если союзник вашей команды быстро наберет 600 очков энергии, это 60% от 1000, потому что у любого героя 1000 энергии, то он берет из полоски, которую ставит Рован, баночку энергии и добивает свою энергию дальше. И в итоге максимально быстро набирает энергию кто? Это Тази. Давайте я вам ее тоже покажу, потому что на ней стоит Зов. После этого она добирает нужную энергию до 1000 и закидывает свою ульту. А дальше начинается веселье. Потому что потом добирает энергию Рован, включает свою ульту, раскидывает всем энергию, в том числе и Тази. Она опять закидывает свою ульту нон-стоп по кругу и Розалина апает энергию Ровану и также кидает чашки. А как она кидает чашки, вы уже видели. И тогда Рован просто нон-стоп закидывает ульту раз за разом и энергия просто не кончается. Это просто как заливка из Барсбойда. И Тази по кругу закидывает ульту. Потом включается Феррель со своими дебафами и дамагом. Ну а также Близняшки и всех хоронит. И такой пачкой, и такой схемой он уже прошел сколько этапов в кампании. Начиная с 22-й вплоть до 29-32. Это просто замечательный результат. Но как поломалась эта схема работы. Потому что он прокачал Таллин. Убираем Розалину, ставим Таллин. И теперь, когда у Таллин прокачана персоналка на плюс 20, то она забирает энергию в баночку у Тази. Потому что после перерождения она сразу берет эту банку, но так не всегда. И тогда Тази уже сразу не закидывает быстро ульту. Но все равно от этого хуже пачка не стала. Потому что Таллин, во-первых, выхиливает всю команду. Также она бессмертная. И наносит нехилый урон. Потому что она дамагер, ловкач. И пачка тоже очень крутая. Но если вы хотите прокачать стандартную пачку через Розалину, это можно сделать. Близняшек собрать без доната реально. Долго, но реально. Вот так вот работает эта пачка кента. Я думаю, ответил на ваш вопрос. Ну а теперь давайте поставим Таллин и просто запустим бой. И вы все сами увидите. И еще вам покажу 390 этаж Королевской башни, где было 2 Аталии. Они просто не вышли из контроля. Я думаю, вы оцените. Но я думаю, что пару удачных попыток и он пройдет этап. Потому что я боялся, что если мы приблизимся к прохождению, то он просил просто дальше не проходить. Таллин живет долго. Сейчас посмотрим, какой урон. И Рован тоже живет долго. Смотрите. Просто не хотят умирать. Все, Габелла добили. И смотрим статистику. 8 лямов от Таллин. И еще там что-то смог сделать Феррэль. Но его сразу убили. И пачка врага нанесла очень много урона. И на первом месте как раз таки кто? Феррэль. Со своими призраками и неплохим таким дамагом на 376 уровне. И сила топачки против силы пачки кента в 2,5 раза выше. Вы можете это посмотреть, если вот так вот нажать. Просто посмотрите эту колоссальную разницу. Ну а теперь переходим к героям. А потом уже будем смотреть Королевскую башню. Также вы говорили, что дальше некуда развивать героев. Как понять, некуда дальше развивать героев. Я понимаю, что это хейтеры. Но я просто хочу людям объяснить, чтобы не было вопросов у тех, у кого они возникли после этого комментария. У Рована можно еще прокачать шмот. Можно? Однозначно можно. Также, например, он качнет око на 5 звезд. И там будут совсем другие параметры. 25% к ускорению, 30% к урону от критических ударов. Без комментариев вообще. Скорость атаки открыта. И смотрим подробные характеристики. 65% шанс крита. Бомба. То есть он еще может и навалять вам с руки. Следующий герой Тази. Ну Тази фулл сет. Это очень хорошо. Шанс крита смотрим 67%. И персоналку можно поднять еще на плюс 30%. А там будет и здоровье, и атака, и защита, и скорость движения. Ну еще и плюс он будет понижать урон на 30% от команды противника. Так что рост есть. Фиррель. Не фулл сет. То есть смотрите, надо еще прокачать шлем и тапки, и также перстень. А когда вы прокачаете перстень на 5 звезд, каждый 15 секунд, там будет волна, и будет отталкивать всех противников. И представьте, что будет это делать пачка, если это все будет еще срабатывать. Так что Фиррелю тоже есть куда расти. И шанс крита 37%. Следующий герой Розалина. У Розалины вообще шмот не прокачан, но она уже наваливает нехило своими чашками. Ну а также надо прокачать персональный артефакт. И там будет больше характеристик, атаки и защиты, а также на плюс 30% повышаются уровни критического удара и уклонения союзника на 25% от собственных показателей Розалины. Вы просто представьте, что она будет творить. Сказка. И шанс крита 55%. Когда он ее прокачает на максималке, а у нее крит в посохе, смотрите, там будет больше крита, и в шапке. Да, у магов крит в посохе и в шапке. И шанс крита будет где-то около 70%, а может быть даже и под 80%. Рост есть. Ну а теперь Таллин. Таллин у него фулл сет, только надо его до конца докачать, именно шапку. И персоналку можно поднимать до плюс 40%. И там будет больше характеристик, крит, скорость движения, здоровье и самое главное, очень-очень много атаки. Ну а теперь по поводу... А, ну еще смотрите, смотрите, клинок можно прокачать, да? И смотрим близняшек. Не фулл сет, то есть шмотки есть куда качать и персоналку на плюс 40%. И также благодать. И смотрим шанс крита, 57%. То есть близняшки критуют больше, чем та же самая Таллин. Но если Таллин, допустим, просто разогнать по атаке, вы просто представьте, что она будет делать. Так что рост у героев однозначно есть. Теперь переходим в темный лес. Сразу покажу сумку, а то все задают вопрос, покажи, что у нее в сумке. Вот что у нее в сумке. Также показываю резонирующий кристалл, то есть он уровень дальше может качать, но он пока этого не делает. Но то есть причины. Кто шарит, тот поймет. Зачем проходить дальше по этапам в кампании, если ты как бы, ну, фармишь. Я думаю, вы понимаете. Потому что он прокачает героев, они станут сильнее, а он пройдет дальше гораздо легче. А ему надо фармить. В общем, все пояснил, хотя и не хотел. Библиотеку также показываю. Вроде здесь ничего не изменилось. 25-й и 11-й, да, уровень. Ну а теперь залетим в Королевскую башню. Покажу вам этот эпический бой, а потом будем уже делать тест. Немножко затянул видео. Ну, информация ценная, я думаю, для вас. Так, Рован, Близняшки, Фераэль, Розалина и Тази. И здесь Грежу, Ниру, Нумису со своими татэпами и две Аталии. А теперь запускаю бой и смотрите, это эпическое сражение. Практически сразу, смотрите, Близняшки погибли, да? Потому что Розалина убежала, Аталия переключилась. А потом просто пошел контроль нон-стоп. Все, они просто сейчас не выйдут из контроля. И Фераэль, и Розалина, и все команды просто их похоронят. Бой будет практически длиться целую минуту. Ну, даже минуту 20, наверное. Класс, все, раскручивает, ускоряет. Рован там закидывает свою ульту, повышает атаку, подстан, восстановление энергии. И Тази просто вот так. Смотрите, как она быстро набирает энергию. Внизу смотрите, просто. Опять раскидывает. И контроль от Тази. Только вроде вот вышли из контроля Аталия, но там был стан. Микростаны еще от дебафов Фераэля. Все, на изи. Без Фераэля вы таких Аталий никогда не пройдете. Если только сила вашей команды не трехкратно превышает силу противника. Легко. Очень крутой бой, я считаю. Друзья, видео уже заслуживает лайка. Поставьте лайк, оформите подписку на мой канал, а также на канал Кента. Ссылка в описании видео. Все полезные ссылки там. И добиваем Ниру. Ниру вообще противный герой. Его убить очень сложно. Восстанавливает здоровье от смертей союзников, а также от смертей вашей команды, если кто-то погибает. И плюс еще добивает на пониженном здоровье. Очень-очень крутой бой. Кент красавчик. Ну и все. И теперь давайте попробуем пробить дальше. Может быть пройдем. Тут стоит Тайлент, Азии и Близняшки. Запускаем бой. Не знаю, сможем пройти дальше. Если сможем, будет круто. Ну, Тайлент, смотрите, с одного удара убили, да? То есть, это какая мощь противника? Контроль от Азии. Ну, блин, Близняшки погибли, это плохо. Можно, конечно, попробовать поставить сюда Розалину еще. Но я хотел вам показать, какой урон будет наносить Тайлент. Смотрите, как она выхиливает, да? Вот схема вот этого постоянного контроля сломалась, но не до конца. Азий как закидывал, так и закидывает. Может, мы даже еще и пройдем? Я думаю, нет. Но вряд ли. Очень много урона. Все, похоронили. Смотрим статистику боя. 12 лямов от Тайлент. А теперь попробуем... Так, покинул бой. А теперь попробуем поставить Розалину вместо Тайлент. И что получится? Ну, я думаю, что команда будет умирать в разы быстрее. Аааа, смотрите. Смотрите, сила противника превышает силу аккаунта Кента. То есть мы даже без Тайлент запустить бой не сможем. То есть надо приодеть Розалину, и тогда только можно будет нападать. Вот о чем я вам и говорил. Вот этот прикол по этапам в компании был у Кента. В общем, вы сами все видели. Урон от Тайлент знатный. Еще будем проходить мистические лабиринты. Сейчас подеремся на арене. Переходим на арену героев. И просто подеремся с кем-то из противников. Тут, конечно, нету прямо ему конкурентов. Но я просто хочу показать. А, еще и билетов нету. Ёк-макарек. Ну, хотя бы один билет давайте купим. Я думаю, Кент мне это простит. И еще и билетов нету. Обновлять за сотку. А сколько они стоят на арене? Я даже не помню. Я их просто не покупаю никогда. Так, нажимаем вызов. 100 кристаллов? Вы серьезно? Ну ладно, давай. Один билетик купим. Я думаю, он меня не убьет за это. И просто нападем, один бой проведем. Так, запускаем бой. И просто смотрим. Бам, все. Близняшки раскрутили. Здесь получается против нас пачка носителей света и шемка. Смотрите, шемка-то живет. То есть она не погибает очень быстро. Опять ускорение. Сейчас Роун закинет энергию. Будет контроль от Азии. Вот так вот по кругу. И в итоге мы просто убьем его. Он ничего не сделает. Бам! Похоронил. Феррель, Таллин в одной связке. Это что-то прям чумовое. И смотрим на статистику боя. 8 лямов. И Феррель тоже, смотрите, пятерку нанес. Неплохо он так дамажит. Вообще неплохо. Вот такая вот Таллин на арене. Еще просили показать 3 пятерки на турнирной арене. Давайте покажу, кого он использует. Построение. Первая пачка это получается Рован. Близняшки. Розалина, Таллин. Фокс. Ну, очень много контроля и дамага. Вторая команда Могил. Здесь стоит Феррель. И третья команда Лесников. Фуловая. Ну, вот такая пачка мне очень нравится Лесников. Честно. Но иногда не хватает танка, когда вы проходите, допустим, этап его в кампании. А на арене зайдет. Ну и в Могилах тоже прикольно. Кстати, Изольт на Максималках тоже хорошо себя показывает. Более поздних этапов в кампании. Ну, ближе там к 29-30-й. Потому что его многие сейчас качают. И он им всем нравится. Вот так вот на арене. Ну, а теперь осталось что нам сделать. Залететь в Мистический Лабиринт. И добить третий этаж. Да, давайте покажу сумку. Я взял также здесь шип легендарный. Куклу Вуду. И вообще с реликвиями повезло. Поэтому закатывать будем противников вообще на изи. Так. Сила противника, конечно, слабее. А то многие там потом хейтеры будут писать, что что ты тут показываешь. У тебя сила больше. И тебе разматывать их легко. Вы просто смотрите на динамику боя. И как себя ведут эти герои. Особенно Таллин. Запускаем бой. Розалину я убрал. Так. Раскручиваем ускорение. И восстанавливаем энергию ровно. Ну, смертельное объятие тоже в этом еще помогает. У меня просто там был выбор такой дурацкий. Я, конечно, взял смертельное объятие. 15 лямов от Таллин. То есть, вот он дамаг. Так. Что мы здесь возьмем? Ну, давайте атаку возьмем. Сколько еще? Три боя сделаем и получим 15% к атаке. В странники брать ничего не будем. Фонтан. Использовать. И идем через усиленные отряды. О, неплохо, неплохо. Здесь такая подборочка. Люций, Рован, Феррель, Таллин, Близняшки. Смотрите, зеркальная пачка. Прикольно. Запускаем бой. Зеркальная пачка. Таллин, Тази, Феррель. Запустили. Еще там кто-то писал, что если бы ты нападал без энергии, был бы другой результат. Ну, Таллин очень хорошо накидывает. А еще у меня есть шип. Шип работает как? Если кто-то стоит из героев противника в контроле, то шип накидывает сверху ему лопату. Того самого, чего очень много забанит. 30 миллионов урона от Таллин. 30 миллионов. Так. О, раскаты Грома. Ну ладно, возьмем. Что, нам же надо закрыть в оберинге, да? А противники и дальше будет все сильнее и сильнее. Так. Ну, тут Люций. Практически тоже зеркальная пачка. Нападаем. Раскручиваем Таллин. Контроль от Азии. Я запускаю ульту Таллин, чтобы она кидала огоньки. Она сразу после подхива кидает огоньки. Раскаты Грома вообще просто раздают. И плюс еще Таллин. И смертельное объятие. 29 лямов. Ну, больше, наверное, мы увидим уже на Врице. Потому что там он толще, сколько нанесет она урона. Так, а слева кто? О, здесь пожестче. Давайте пожестче нападем. И, кстати, а как? Как вот тоже, да, не запускать ульту? То есть ждать пока противники наберут ульту или как? Я просто не понимаю вашу претензию. Честно, кто это пишет. И какой результат? О, смотрите, здесь Тайзен нанесла очень много урона. То есть Таллин не успел раскастоваться. Так. Берем зачарованное копье. И нападаем на Врица. Розалину ставить не будем. Я просто хочу посмотреть, что из этой пачки получится. В бой. И ставим на авто. Раскаты Грома. Таллин там еще накидывает. Близняшки раскручивают. Контроль от Тази. Ну, контроль на Врица не действует. Поэтому просто дамаг. О, смотрите, Фераэля сбрили. Сбрили Фераэля. То есть он практически на последней секунде погиб. Ладно, ничего страшного. Смотрим. 70 миллионов от Таллин. Нехило. 3000 монет лабиринта. Отлично. И добиваем. Сюда поставим тогда Розалину. Ну, а больше просто некого. О, кстати, давайте пару боев поставим еще вот так вот. Прикольно же будет? Да. Тем более, герой знатный. Я думаю, будет интересно вам посмотреть. Так, закидываем энергию. Ну, тут легко, легко. Пачка слабее уже в разы. Ой, Розалина живет. Белинда еще живет. Цветочек. Смотрим на урон. Мне просто интересно, что здесь по урону будет. Ну, Таллин, Тази, Солиса много урона не нанесла. Ну, я, в принципе, ей не ультовал. Так, берем защиту на передовой. Забираем фонтан. Восстанавливать Ферреля не будем. Мы и так закроем. И нападаем на финального противника. Здесь примерно силы одинаковые. Сейчас ультанем всеми. Нажимаем на авто и смотрим. Шип срабатывает, потому что идет общий контроль от Солисы. Просто похоронили вообще. Похоронили. Нажмем паузу. Нет, не успели. 17 миллионов от Солисы. Друзья. То есть, если вы не хотите собирать, допустим, ну, я не знаю, Таллин не хотите собирать, можете собрать Солису с близняшками. Вот, ровно, Тази будет тоже отлично. 17 миллионов от Солисы. Вот ее ульта. Замечательно. Забираем финальную награду. Осталось пройти 5 раз и будет юбилейный стоп. Ну и самая важная инфа. Сколько же Кен потратил ресурсов или астрономических карт, чтобы собрать Таллин до белой рамки? Все очень просто. 200 астрокарт. Я считаю, что ему повезло, потому что шанс 2%. Если 200 карт перевести в кристаллы, то это примерно около 100 тысяч кристаллов. Вот и делайте выводы. Если вы хотите собрать Таллин или близняшек, то вам надо будет накопить примерно столько ресурсов. Ну и удача в помощь. А на этом у меня все. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. Всех обнимаю.